Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Депутат Европарламента, адрес Америкс, как мы уже анонсировали на сегодня в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что у вас очень интересная встреча состоялась, кстати, не в Брюсселе, а в Риге с представителями транспортной отрасли. И это говорит о том, что вы пытаетесь поддерживать контакт и в Риге с представителями транспортной отрасли. Напомню, что вы сейчас избраны вице-президентом комитета Европарламента по транспорту. Может быть, несколько слов об этом формате в Риге и об этой встрече? Да, сегодня пятница, и сегодня есть представительство Евросоюза в Риге, на спазе с бульварей находится, на рядом центре. Она организовала отраслевую встречу всех тех предпринимателей и представителей организаций, которые интересуются транспортом, порт, железнодорожники, автодорожники, все, которые связаны с транспортом. Ну, то есть, это добровольный формат, но оказался аншлаг, то есть, даже мест не хватило, все-таки, ну, вот этот контакт, он очень важный. И моя, как бы, обязанность, и моя работа в транспортном и туристическом комитете Европарламента, где я вице-президент, она вызывает интересы. Сегодня была конкретная дискуссия по интересам Латвии, как мы говорим всегда просто. Мы сейчас работаем на благо Европы, как евродепутаты, но любим Латвию, любим Латвию. И в этом ракурсе мы говорили, какие могут быть советы, как лучше поступить, потому что есть много моментов, там, эти самые дискриминирующие сейчас правила по пакету мобильности, по перевозкам грузовым, по пассажирским перевозкам в европространстве. То есть, не только Латвия, Восточная Европа дискриминируется, но здесь надо координировать все эти усилия. Это такая профессиональная встреча, я здесь хочу сказать спасибо и Европейскому дому в Латвии, в Риге, которые из такой инициативы вышли. Вот, может быть, несколько слов, понятно, что не пересказываю всю встречу, но что больше всего интересовало, ведь, наверное, была такая после вашего вступительного слова, какая-то сессия вопросов и ответов. Что представители в этой отрасли больше всего, не знаю, волновало, беспокоило, что они хотели узнать? Несколько моментов касается того, ну, во-первых, начнем с того, что только что, пару дней назад, Европарламент утвердил свой, ну, как бы, бюджет Евросоюза. Ну, как все сейчас, конец года утверждает, на 20-е годы и самоуправление, и государство Евросоюза, также и сам Евросоюз утверждает свой бюджет. Ну, бюджет, сразу, чтобы понять, бюджет Евросоюза, это 153,6 миллиардов евро. Это сумасшедшая сумма. Фантастика, да. Потому что бюджет Евросоюза создается с тех взносов, которые взносят страны, ну, и, соответственно, значит, сколько внесли, столько могут тратить. Там дефицит невозможен. Если хотим тратить больше, то эти взносы должны быть больше. Но надо понимать и то, что Латвия от каждого евро, что она вносит в бюджет Евросоюза, получает 10 евро обратно. То есть, у нас этот взнос намного меньше, чем поддержка, конечно, чем увеличивается евробуджет. И он увеличивается и в направлении, ну, сейчас, скажем, самое главное, это, то есть, по климату, то есть, по защите тех, ну, как мы видим, в мире сейчас меняются и большие тайфуны, и холода, и жары, и наводки, что только сейчас не случается в нашем мире. И это все вызывается тем, что, то есть, очень много выбросов, и, ну, то есть, наш, как тепличный эффект, наша планета нагревается. И то, что сейчас принято, это, в первую очередь, то, что поставить задачу, чтобы уже до 30-го года, через 10 лет, этих выбросов было наполовину меньше, а в 50-м году вообще не было. Европа стала бы, как это говорят, ну, то есть, экологически абсолютно дружеской окружающей среды. Это стоит денег. И во многом это относится и к транспортной отрасли. Это первый, почему задавали вопросы. Более экологический транспорт, да? Да, то есть, это вопрос того, что не будет больше, так, из еврофондов финансироваться никакие ни газовые, ни нефтяные, ни угольные, вот, скажем так, эти активности, начиная от ТЭЦов и завершая, ну, скажем, всеми остальными используем как горючим. Наши люди сегодня в основном волнуются о том, чтобы были рабочие места, чтобы, если что-то перепрофиляции будет, то какая будет поддержка Евросоюза. То есть, это один вопрос. Другой, насколько серьезно мы можем сегодня отозваться по этим, как я уже сказал, дискриминирующим правилам, то есть, по автодорожникам нашим. Надо понимать одно, у нас есть отличие такое, что вот у нас очень много грузов перевозится железной дорогой. И мы, конечно, есть и наши все, которые, треки, которые, тяжеловесы, которые возят, но очень много железной дороги. В Европе, самой Европе, надо сказать так, железная дорога очень маленькая, это примерно 17% грузов перевозится только железной дорогой. 72% – это почти подавляющий объем перевозится на машинах и на грузовиках. И поэтому у них совсем другой весь этот подход. И они сейчас приняли решение, что, к примеру, если ты везешь груз, как я уже говорил, из Риги в Париж, то вот этот грузовик, который из Риги выехал с грузом, то компания обязана платить шоферу, вот когда он едет по Литве, минимальную зарплату Литвы, когда едет по Польше, то минимальную зарплату Польши, когда едет по Франции или Германии, то есть, минимальную зарплату со всеми социальными бонусами той страны. Ну, то есть, это такой очень тяжело, как бы… Просчитать даже? Просчитываемый процесс, это раз. Если отвез груз туда, машина не имеет права брать другой груз, ей надо пустой возвращаться обратно, пункт, откуда он выехал. Опять убытки? Опять. Ну, то есть, очень много. Это потому, что они защищают, вот свои Франция, Испания, Германия, они защищают свой рынок. Они считают, что восточно-европейские страны, как Польша, как Румыния, как Балтия, они как бы демпинг делают, и у них нет никаких социальных бонусов, ну, то есть, они защищают как бы свой рынок. Но мы, с другой стороны, говорим, да, мы тоже хотим конкурировать в этом рынке, и вы такие, как уже старые европейцы, вы немножко зажрались, как в этом варианте, надо все-таки думать о том, как поддержать сегодня, ну, эту экономику, конкурентоспособность всех стран. Ну, то есть, вот вопросы сегодня, они были очень профессиональны по фондам, какие доступны будут в будущем, а с Европы и для Латвии, и для конкретных отраслевам были портовики. Ну, то есть, очень, такое довольно насыщенное, не столько времени было, только это полтора часа, эта встреча, но она была очень насыщена. То есть, я так понимаю, что эта встреча будет продолжаться? Эти встречи будут продолжаться, они будут организоваться и по регионам, но я повторюсь еще раз, то есть, есть определенные нюансы, с которыми мы сейчас считаемся. То есть, по европейским правилам, железная дорога считается как бы одним из самых дружеских видов возможности перевозки вообще в европейском пространстве. То есть, это для нас выгодно. Конечно, эта железная дорога, она электрифицированная железная дорога. То, что и сейчас Латвия начинает делать, то есть, полностью электрифицированная железная дорога, это один из самых дружеских видов транспорта, который, ну, позволяет, скажем так, вот то, что достичь этой цели зеленой экономики. Поэтому туда тоже направляются деньги, и Латвия тоже в этом получает для электрификации. То, что касается, скажем, еще задач, сейчас в Европе говорят, мы очень много от фондов Кахезии, ну, то есть, от того, как Латвия предполагает получить на следующие 7 лет где-то 4 миллиарда, мы от этой фонда Кахезии все время финансируем новые дороги, а старые рушатся. Рушатся. Я думаю, англичане 100% все-таки уйдут, это мое личное мнение. Они, это такое, я спрашивал, то есть, почему это, ну, потому что многие люди считают, что многие эти евросоюзовские регулы, они ущемляют права также предпринимателей в Объединенном Королевстве. Там много аргументов. И если в январе они уходят, то, ну, то есть, они были донором, донором Евросоюза, сокращаются и объемы бюджета, конечно. Да, вот утвержден новый состав Еврокомиссии. Что вы вообще ждете от этого состава Еврокомиссии, в том числе, может быть, международной политики, потому что еще, ну, до недавнего времени ситуация геополитическая была очень напряженная? Я думаю, что она и продолжится такой быть. Люди сегодня становятся, и, наверное, потому что очень много заходов в социальных сетях, очень много сегодня дигитализации, как мы говорим, цифровых разных информационных носителей, становятся очень активны. И поэтому во многом сегодня одна из основных целей – это такая стабильность, или вот региональная стабильность. Вот, к примеру, сейчас на последнем Европарламенте, только что, который проходил в Страсбурге, ну, можно считать так, вот там половина вопросов или половина отношений не было по-прямому связано с Евросоюзом. Ну, можно сказать так, вот мы сравним это, ну, как с жилым домом многоэтажным. То есть течет крыша, скажем, к примеру. Крыша течет, но об этом сначала кто волнуется? Те, кто на самом верху, да. Все, которые под крышей, а тот, который живет там пониже, те говорят, у нас все в порядке, до нас еще не дотекло. Не дотекло, да. Поэтому, ну, подождем, или не готовы еще платить за ремонт крыши, ну, к примеру. Вот такая, и такой подход во многом, то есть, как бы в Евросоюзе сейчас вот отдельно анализируется ситуация в Боливии, что происходит, там в Кубе. Что происходит, вот сейчас торговая война начинается Соединенными Штатами. Было принято специально, то есть, резолюции, что так как Трамп принял специальные дополнительные санкции против Евросоюза товаров, то сейчас Евросоюз принимает против Америки. Начинается уже следующий виток взаимоотношений, но мы тоже, ну, как просто не стоим и не наблюдаем. То есть, это вокруг этого всего, не только чисто внутренние вопросы наших, вот, скажем, 20, сейчас 8-27, если Англия уходит, то 27 стран, как эти взаимоотношения после этого относятся. И это не так, это в словах легко, люди разные, избранные тоже по разным политическим взглядам. Конечно, надо сказать, что сейчас каждый, все-таки есть это взаимоотношение, ну, с Россией, да, тоже надо это упомянуть, да, и, ну, практически каждое заседание, эти вопросы также обсуждаются, да, и как дальше эти ситуации развивать. Ну, в любом случае, вот, есть фракции социал-демократов, есть фракции народной партии, и мы во многом, это две, как бы, большие фракции социал-демократы, которые работаю я, и народной партии, которые сейчас создают как костяк коалиции. Если тут по-разному, нет, это реально правящая коалиция, Европарламент, социал-демократы и народная партия. Поэтому, ну, ищется какой-то компромисс и взаимоотношения с Востоком. Я являюсь также как руководителем комиссии, то есть делегации по сотрудничеству с Центральной Азией, с Узбекистаном, с Казахстаном, с Туркменистаном, с Таджикистаном, ну, то есть вся эта группа Киргизии. То есть и каждый практически второй день я также встречаюсь с представителями, которые приезжают в Бруссель, представительства, ну, этих стран. У них есть посольство? Да, да, посольство они имеют, они кроме посольства там непрерывно приезжают и молодые студенты, молодежь, там приезжают разные предприниматели. Идет, в принципе, они очень активны, как регион сейчас, и надо сказать, он тоже сейчас начинает конкурировать, так скажем, взаимоинтересом с Европой. Тем более, что с Казахстаном уже вступил в силу взаимодействие, это договор по взаимоотношениям, то есть там уже шаг вперед сделан. Поэтому Казахстан это такая противальная страна. Она и по территории самая большая там. Ну, это тоже моя там, как первый вице-президент этой группы, то есть тоже во многом вижу, насколько мне, ну, скажем, насколько важно это, как я сказал, это, ну, как бы геополитическая стабильность. Когда друг другу тут как ломают, дерутся, то теряют все. Да. Вот говоря еще и о Средней Азии, может быть, о других странах, вот СНГ, в следующем году ожидается и визит президента Белоруссии Лукашенко. Все-таки вы долгое время, даже я бы сказал, долгие годы были представителем правления Рижского порта. Как вы считаете, есть ли там надежда привлечь вот партнеров из СНГ, потому что мы видим, что грузооборот падает? Я думаю, очень важный, Белоруссия очень важный партнер для Евросоюза и конкретно и для Латвии, учитывая то, что Белоруссия не имеет прямого выхода на морские пути, им надо это решать или через Балтию на Балтийское море, или через Украину на Черное море, у них нет третьего варианта. Поэтому я считаю этот визит очень важный, я положительно очень, Лукашенко уже побывал в Австрии, сейчас едет в Балтию, конечно, в Латвию, и я только могу сказать, что там есть большой потенциал, тем более с каждой страной в этом направлении у нас есть намного больше опыта и интересов. Я, между прочим, сейчас в Европарламенте создал так называемую неформальную группу друзей, скажем, Азербайджана. Я просил 751 депутата, всех депутатов Европарламента, каждому лично отослалось, ну, имейл и спросил, вот дополнительно своим обязанностям, без чего еще. Есть интерес как бы углубить эти взаимоотношения, 8 человек из 5 политических групп, а 7 только есть, из 5 политических групп, 8 депутатов сказали, да, мы заинтересованы, такая группа была создана, я стал руководителем. Тоже ключевая страна Каспийского бассейна. Да, да, одна тоже из стабилизирующих. Рядом Иран, рядом Турция, рядом, ну, в любом случае это сегодня… Нефтяная страна, между прочим, да. Очень важно, как это все будет развиваться в будущем. Не могу вас не спросить, задать вопрос не только или не столько как Европарламентарию, но как руководителю, председателя партии «Честь служить Риги» о ситуации в Северной Думе. Тяжело, наверное, прогнозировать. Сейчас мы видим, что коалиция создается. Как бы вы охарактеризовали ситуацию? Я знаю, в предыдущих эфирах говорили, что если сложится ситуация таким образом, что надо идти на досрочные выборы, то «Честь служить Риги» готова и к такому развитию событий. «Честь служить Риги» – партия готова и к выборам, но «Честь служить Риги» хочет работать. Депутаты, которые избраны, они никому не интересны, это взаимная борьба. Да, сегодня создалась ситуация, что практически каждый депутат хочет стать генералом сразу. Солдат генералом все хотят. И даже иронизируют, да, сейчас кто там мэр, вице, да, мэр. И, в принципе, в коалиции сейчас, как еще готовы работать, 32 депутата. Ну, если 32, будет один мэр и 31 вице-мэр. И вот так, и можем зайти в рекорды Гиннеса, да, в принципе. Потому что самое главное, чтобы было понятие, что это не борьба за кресло. Это не борьба за какие-то свои амбиции личные. Это сегодня вопрос того, как организовать городское хозяйство. Как вести дальше политику там по социальным вопросам. И если в этом есть, а так сейчас выглядит, да, одни вышли, одни срывают кворум, другие приходят, другие не приходят. И мне, к сожалению, ну, все в жизни познается сравнение, конечно. Но это экзамен, я считаю. Это экзамен для сегодняшних депутатов по их, ну, как, более длительному нахождению вообще в политике. Если ты... Назрелась какая-то политика. Назрелась на того, насколько ты вообще готов переступить какими-то личными своими амбициями и желаниями. Вот этот экзамен. Если этот экзамен не будет сдан, конечно, будет выбор. Конечно. Там нет варианта. Ну, я так понимаю, что впереди и, наверное, решение вопроса бюджета города. То, что важно, как вообще режимы вылечить. Бюджет покажет вообще, есть ли это команда или нет. Или все сейчас генералы, каждый на своем месте. Тогда вообще, в принципе, надо понять, что избиратель в будущем и оценит, готов или не готов. Потому что на словах все говорят, ну, когда надо за один стол сесть, то тоже, как бы, стол на каждом этаже по-своему находится. Такого не было. Десять лет работали. Да, были лучше, хуже, была критика. Но мы, как раньше, честь служить Риги и согласие работала, как единая команда. Сегодня, к сожалению, надо сказать, что по разным причинам, ну, это очень сложно сделать. Может быть, такой последний вопрос. Да, вы неоднократно поясняли, говорили, что честь служить Риги – это городская партия. Но понятно, что вы связаны в целом с государством, следите за политическими процессами. Как вы относитесь, обсуждали, если в честь служить Риги обсуждали вот эту ситуацию со сбором подписей за распуск Сейма? Мы видим, что многие люди чувствуют себя обманутыми. Вот эти еженедельные пикеты медиков, там до двух тысяч человек собираются. Как вы к этому относитесь? Я отношусь очень негативно по одной причине. Я за того, что собираются сегодня подписи. И поясню, почему. За? Я сам и подписался. Вы уже подписались. Ну, вопрос в одном. Сегодня принципиально, если мы говорим о Думе, да, это сегодня борьба, то есть амбиции. Но никто не собирает подписи о распуске Думе. Да, это политическая сегодня, ну, такая возня, будем говорить так. Но это обязанности самоуправления. Но если сам парламент этого состава принимает закон, который после этого не выполняет, то задается вопрос, что тогда, в принципе, я еду, превышая скорость, и меня остановили, я говорю, я не буду платить штраф, у меня денег нет, извините, да. Или я перехожу под красный свет, да, но есть запрещено под красный свет, я пришел, но платить штраф я не буду, потому что у меня нет денег. То есть это сегодня принципиально, это первый такой реальный прецедент, когда существующий парламент принимает закон, который сам не выполняет. Тогда, в принципе, по-честному, надо было этому парламенту отменить этот закон. Вот тогда, да, вот давайте проголосуйте. Да, мы отменяем этот закон, ошиблись, да, сняли штаны, извинились, но они же не отменяют этот закон, они продолжают это делать. И это показывает, насколько сегодня... Самый плохой сигнал обществе, да? Самый плохой. Значит, и закон вообще не действует, этот закон. И вот в этом есть и смысл подписаться, потому что тогда вообще где законность? Да, один закон выполняем, другой нет. Да, я так понимаю, что поскольку уже подписалось 40 тысяч людей, видимо, они тоже так считают. Ну, я думаю, что это за год, там, год срок собирания, но увидим. Увидим. Андрей Саверикс у нас был в студии, депутат Европарламента. Депутат Европарламента. Продолжение следует...